Ну а что особенно удручает и откровенно даже раздражает в этой ситуации, так это тысячи родителей, которые не просто осознанно не вакцинируют своих детей, так еще и покупают фальшивые справки о прививках. Вот такую практику в современной Европе объяснить, ну просто невозможно. Далее наш корреспондент в Брюсселе, Елена Абрамович, о том, какой должна быть вакцинация. Их дети рисуют, играют на пианино, занимаются спортом и ложатся спать в 8 вечера. В семье Одри и Йогана все по расписанию, прививки тоже. И в этом вопросе они полностью полагаются на систему здравоохранения Бельгии. На прошлой неделе наш сын принес из школы записку, что им делали прививки и что в ближайшие два дня у него может подняться температура. В начале учебного года мы подписываем документы, что даем согласие на вакцинацию. На каждого ребенка у родителей отдельная книжечка с перечнем прививок, предупреждением о возможных побочных эффектах и наклейками с данными о вакцине. Они также есть в электронном виде в больнице. В пользу прививок тут не сомневаются. Например, Элла заболела куклюшем, несмотря на то, что у нее была прививка от этой болезни. Но именно благодаря прививке все прошло очень легко и быстро. Немного покашляло, всего пару дней поболело. Если бы не вакцинация, все могло бы быть намного хуже. Из длинного перечня прививок, который показывает семья, обязательно в Бельгии всего одна – от полиэмилита. Повторить ее нужно три раза и отчитаться в мэрии. Они дают направление еще в роддоме и предупреждают, что за такой-то период нужно предоставить муниципалитет справку от врача о том, что ребенку сделали вакцинацию. У Анны тоже трое детей, но она прививкам не так доверяет. Да, я прививаю детей, но не следую всем рекомендациям. Делаем только те, которые обязательны для садика или школы. Интересно, что правила приемов детские ясли для северной и южной частей Бельгии разные. Фламандская власть – это север, не выдвигая требований по прививкам. А вот волонцы, франкоязычные бельгийцы, обязаны сделать вакцинацию от шести болезней. Какие прививки делать, а какие нет, Анна советуется с мужем. Она – акушер, он – иммунолог. Я обращаю внимание на серьезность болезней и побочные эффекты. Потом проверяю историю самой вакцины, были ли жалобы. Так и решаем. Иногда новая вакцина очень быстро выходит на рынок. Нет истории, информации о побочных эффектах. Почему франкоязычное население Бельгии довольно скептично относится к прививкам, объясняет руководитель министерского департамента по вакцинации. Все, что происходит во Франции, влияет на настроение тут. Волонцы смотрят французские каналы. А Франция – последняя страна в Евросоюзе по уровню вакцинации. Поэтому детей франкоязычной части Бельгии не пускают в ясли без прививок. А поскольку декретный отпуск в стране всего 15 недель, у большинства родителей просто нет выбора. Уровень вакцинации тут у нас в Бельгии среди детей до полутора лет 90-95% – это 6 видов прививок. В северной части страны немного выше. Все зависит от уровня доверия людей к власти и системе здравоохранения, объясняет Палома. Это касается всего Евросоюза. К примеру, в Швеции вакцинация не обязательна, но детей там прививают 98% родителей. Летом люди стоят в очередях на прививке от клещей. Тем временем во Франции до нынешнего года действовало тюремное наказание за отказ от вакцинации. Увеличили количество обязательных вакцин с 3 до 11, так как в стране было 10 случаев детских смертей от кори. Главная цель – восстановить доверие и информировать. Мы отказались от юридических санкций, нацелены не наказывать, а успокоить. С другой стороны, у всех родителей есть обязанность защищать своих детей. Ввели обязательные 12 вакцин и в Италии. В прошлом году эта страна была пятой в мире по уровню заболевания корью. Украина, кстати, шестая. На теме прививок спекулировали политики, запускали фейковые новости об их вреде. Один из первых и самый живучий миф об опасности прививок возник еще 20 лет назад. В конце 90-х в медицинском журнале опубликовали предположение о том, что вакцина от кори, краснухи и паратита связана с аутизмом. Исследования сотен тысяч детей не подтвердили это. А позже оказалось, что автору статьи британскому врачу Эндрю Вейкфилду заплатили за ложь. Его лишили квалификации. Но миф живет до сих пор. Семьи Одри и Йогана о таких мифах не слышали. Как и о новых законах о прививках во Франции и Италии. Вакцинация – это не тема для обсуждения на кухне или по телевизору. У нас никогда не стоял вопрос, нужно ли делать прививки, потому что это норма. Это наша культура. Причем вакцинируют всех бесплатно. Платят только за прививки собаке, которую тоже прививают. Каждый год. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности недели Европейское бюро телеканала Интер.